Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. В общероссийском народном фронте подсчитали, что рост платы за ремонт и содержание домов в некоторых регионах России достиг 22,4%. Соответственно, ОНФ предлагает ограничить этот показатель уровнем инфляции, как это было сделано с ценами на свет, воду и газ. По данным экспертов ОНФ такая мера позволит сократить общие счета на 5-6%. Маловат шансов на то, что примут инициативу. В течение этого года чиновникам, военным и судьям не будут индексировать зарплату на уровень фактической инфляции, а население наоборот получит дополнительные выплаты к февралью следующего года. Государственным гражданским служащим заморозят и другие пособия и компенсации. Документ, предусматривающий такие изменения, сегодня появился на страницах российской газеты и, следовательно, вступил в силу. Среди тех, кто получит дополнительные выплаты – инвалиды-чернобыльцы, ветераны, а также герои Советского Союза, социалистического труда, труда России, полные кавалеры Ордена Славы, Ордена Трудовой Славы и малоимущие граждане и россияне с детьми. Выплаты им повысятся на 5,5% в этом году. Более того, с 1 февраля 2016 года для них предусмотрена дополнительная индексация в виде разницы между реальной инфляцией за 2015 год и заложенной в бюджет. В рейтинге туристической свободы, основанном на количестве стран, которые может посетить турист, Россия заняла 38 место из 94, оказавшись рядом с Турцией. Россияне и турки могут без виз посетить 100 стран мира. Наиболее свободными оказались граждане пяти стран – Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и США, которые без виз могут отправиться в 174 страны. В 173 странах без ограничений ждут туристов из Дании и Канады. В 172 странах – жители Бельгии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании, а также Японии и Южной Кореи. Бывшие советские европейцы при Балте оказались поблизости от первой десятки. Туристы из Латвии без виз могут посетить 158 стран. Сдается мне, что к концу года расстановка сильно изменится в пользу России. А на сегодня это все. Хороших выходных! Субтитры создавал DimaTorzok